Пластик, упаковка от фастфуда, бытовой мусор становится настоящим бедствием. За последнее десятилетие количество отходов в нашей стране увеличилось в разы и продолжает расти. Ежегодно белорусы выбрасывают около трех миллионов тонн коммунальных отходов, а это 50 тысяч железнодорожных вагонов с длиной состава почти 700 километров. В 2014 году в городе Гомеле образовалось порядка 150 тысяч тонн отходов. Если сравнивать эту цифру в 2010 году, то в 2010 году у нас было 100 тысяч тонн образования. Как мы видим, с какой геометрической прогрессией растет образование отходов. С каждым годом эта цифра растет, а вместе с ней увеличиваются в размерах и полигоны, которые отвоевывают у нас пространство. Это плата за повышение уровня нашего благосостояния. Вещи служат нам очень недолго, а покупаем мы их все больше. Мы стали лучше жить и больше мусорить. Купив продукт в одноразовой упаковке, мы оставляем память о нем на века. Давайте с вами еще заглянем в прошлое, как говорится, 90-е годы. Что у нас было в упаковке? Ничто. Хлеб без упаковки, масло в бетончике, как говорится, молоко в стеклянной таре. Сегодня все в пластике, все упаковано. Все стройматериалы идут, все упакованные. Поэтому жизнь, как говорится, улучшается, и поэтому образование отходов увеличивается. Современный метод решения этой проблемы – раздельный сбор отходов и их переработка. Сегодня это признано во всем мире. Некоторые страны уже перерабатывают до 70% отходов. В Беларуси недавно стартовала программа под названием «Цель-99». Ее суть – довести сбор вторичных материальных ресурсов и их переработку до 99%. Сейчас в Гомельской области перерабатывается лишь 20% отходов, которые образуются от населения. Кстати, сортировать мусор в Беларуси начали 13 лет назад. За это время, надо сказать, мы хорошо продвинулись. Но вот много ли таких, кто сортирует отходы у себя дома? Пластик в отдельный пакет, биоотходы в другой пакет. Бутылки точно кидаю в другое место, а все остальное, как обычно. Сортирую обязательно, согласно контейнерам, которые предназначены для определенного вида мусора. Ящики шесть, бросаю все туда-сюда. У меня мало мусора я держу. Бутылки пластмассовые в один пакет, а общие в другой пакет и выбрасываю. Я даже не задумывался об этом, поэтому не сортирую, не знаю. К сожалению, у нас не настолько развито еще общество, не настолько это сидит в подкорке, как у более цивилизованных государств. Думаю, что постепенно ко всему этому делу придем и все будет хорошо. Сегодня разноцветные контейнеры для различных типов отходов стоят практически в каждом дворе. Ежегодно их количество увеличивается. Правда, сортируют отходы еще далеко не все. Это вопрос человеческой инерции. Даже на Западе к сбору отходов в отдельных контейнерах стекло, металл, бумага шли не один десяток лет. Увеличивается количество контейнеров. Порядка до тысячи единиц ежегодно закупается, устанавливается. И, как сегодня мы видим с вами, если намечается какая-то реконструкция дворовой территории, то, соответственно, первое внимание уделяется контейнерной площадке. То, что было раньше, стоял один контейнер, то вот такого уже нет. Стоит набор контейнеров для макулатуры, для стекла, для смешанных отходов. На сегодняшний день в городе порядка семи тысяч контейнеров для сборов отходов. Из них около трех тысяч раздельного сбора отходов. Поэтому работа ведется. Еще восемь лет назад в Гомеле запустили экспериментальный завод по сортировке отходов, чтобы извлекать из отходов необходимые стране вторресурсы. Сегодня видно, культура населения по разделению отходов повысилась, но работы еще много. После праздников в контейнерах для смешанных отходов очень много идет вторичных ресурсов. То есть люди до конца еще не осознали, что эти отходы можно рассортировать и потом из них что-то переработать. Поэтому мы стараемся ввести как раздельный сбор отходов, то есть эти желтые контейнера и синие, так и смешанные отходы после праздников, после гуляний, все эти отходы поступают сюда, сортируются. И там тоже есть многочисленные отходы, которые подлежат переработке. Проблемы утилизации в разных странах решают по-разному, в том числе через переработку и сжигание. В Беларуси ставку делают на мусороперерабатывающие заводы. В Гомеле на окраине советского района работает экспериментальный биомеханический завод по сортировке отходов спецкоммунтранс. Отходы из специализированных контейнеров сюда попадают со всех районов города. Изначально цель-то сохранить природу, поэтому представьте, что одна тонна собранной макулатуры сохраняет 17 деревьев на корне срезанных. Умножьте на объем 5300 тонн и вы получите колоссальные гектары сохраненных деревьев. У гомельского предприятия спецкоммунтранс уровень извлечения вторресурсов из поступающих коммунальных отходов составляет уже порядка 40%. Темпы наращиваются. Остальной мусор пока похоронят на полигонах. Но даже эти 40% здесь не залеживаются и отправляются на переработку во все уголки Беларуси. А вот бутылки и другие изделия из пластика остаются в Гомеле, но на заводе не задерживаются. Их прессуют и отправляют на производственный участок. Уже там после специальной обработки этот пластик обретет вторую жизнь в виде полезных мелочей для дома и строительных изделий. Полимер песчаные изделия и изделия из пластика. Да, это строительная отрасль, это хозяйственно-бытовое назначение. Ну и, конечно, самый большой объем занимает это полимер песчаный. Тротуарная плитка, бордюры, люки, колодцы, дождеприемники двух видов. Поэтому очень большой объем. И все это делается со вторичных ресурсов. Многие вещи, которыми мы ежедневно пользуемся, сделаны из отходов. При этом по своему качеству они не уступают вещам из первичного сырья. Из стекла производят стекловату, тарелки, душевые кабины. А алюминиевые банки могут перерабатываться несколько раз. И даже старую бытовую технику и мебель можно переработать. Эти крупногабаритные отходы не попадают на полигон отходов. Но представьте в таком объеме, какой должен быть полигон, чтобы все эти отходы вместили в себя. Поступая сюда, они подлежат переработке. То есть металл отдельно, текстиль отдельно, древесные отходы отдельно. И практически на полигон вывозится 0,0% от того, что поступило сюда на завод. Избежать экологической катастрофы и истощения природных ресурсов можно и нужно. И разделение отходов в борьбе за чистоту и улучшение экологии страны – важное дело. У нас в городе уже давно сделали один из серьезных шагов на пути к достижению цели 99. Гомель повсеместно избавился от мусоропроводов. Из таких отходов извлечь вторые ресурсы уже не получается. Важно также понимать, созданная система не будет работать без поддержки жителей страны. Необходимо осознанное желание каждого человека влиять на ситуацию с отходами в нашей стране и активное участие каждого жителя Беларуси в раздельном сборе бытовых отходов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова